Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Мир вам благословенные! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, вопрос очень такой сложный, очень причащий для многих женщин. Масса вопросов нам именно в этой сфере присылается. Мужу очень нравятся худые женщины, а у меня проблемы с весом. Муж стыдится выходить со мной в люди и часто подкалывает мою внешность. Я стараюсь угодить мужу. Всю жизнь сижу на диетах, но быть достаточно худой не получается. Как мне правильно подходить к этому вопросу? Нужно ли идти на радикальные меры и делать липосакцию? Действительно серьезный вопрос. И одна из причин, почему он так обострился в последние десятилетия, заключается в двух факторах. Думаю, что первый фактор связан с изменением общего восприятия сексуальности в мире, что сегодня популярны более стройные, худые женщины. И вторая причина – это то, что сегодня пропагандируется с экрана, с компьютера, в интернете. Очень широко доступны сегодня различные формы сексуальных имиджей и сексуальной информации. Она буквально бомбардирует каждого человека. И поэтому многие мужчины, к сожалению, находятся во власти вот этих всяких разных вещей, которые они насмотрелись. Хорошо, если когда-то. Дай бог, чтобы не сейчас прямо они смотрят. Но все равно эти люди находятся под влиянием. И поэтому такая проблема, естественно, реально существует у многих людей. И, конечно же, вопрос, который женщина задает, очень серьезный. И этот комплексный или достаточно сложный вопрос, он не имеет простого решения. То есть, его решение тоже вовлекает в себя несколько разных грани. Самое первое, что нужно понимать вот этой женщине, и дай бог, если бы ее муж понимал, заключается в том, что сексуальность – это маленькая часть, важная часть, но все-таки часть семьи. Когда мы говорим о том, какую роль сегодня играет сексуальность, она явно, ее роль преувеличена. Мы живем в гиперсексуализированном мире. Вот почему сегодня разные вопросы ЛГБТ, вопросы всяких форм сексуальности выносятся на наивысшую планку того, что, так скажем, человеческих потребностей. Вот и вокруг этого много разговоров. И причина этого в том, что сексуальность вообще, ее место в жизни человека слишком преувеличено в современной системе ценностей. То есть, когда мы говорим об отношении мужчины и женщины, то сердцевиной этих взаимоотношений является отношение души к душе. Это самый главный вопрос. Если посмотреть на место сексуальности в Божьем плане, то мы видим очень ясно, что сексуальность в огромной степени, или, так скажем, удовлетворенность сексуальной жизнью, в огромной степени зависит от того, какого качества эмоциональные взаимоотношения между этими двумя людьми. Вот оттуда исходит корень удовлетворенности. Если же люди не имеют эмоциональные близости друг с другом, то тогда их вектор весь переносится чисто в физический аспект. И тогда муж смотрит на жену не как на человека, а как на сексуальный объект. И тогда требования, которые он предъявляет к жене, они принимают вот такие формы, в которых второстепенное становится главное. Если человек идет по этому пути, то, скорее всего, ну, допустим, представим себе, что жена пошла на самые радикальные меры, сделала себе все возможные операции и предстала перед ним дюймовочкой. Что очень маловероятно, потому что все равно есть причины какие-то. Есть причины, или это склад тела, кости вот так построены, или это определенные нарушения метаболизма, обмена веществ в организме, и это невозможно. Они сделали один раз так, а потом опять организм продолжает работать. Ну, допустим, что вот так вот будет. Вот, если у человека на этом сфокусировано все, то через какой-то промежуток времени ему этого уже не хватает. Посмотрите, сколько примеров, когда очень, ну, так скажем, отвечающие всем современным стандартам красоты женщины, они не удовлетворяют своих мужей, и муж идет дальше, он завязывает связи на стороне, он впадает в порнографию. И причина этого как раз в переоцененности места внешнего аспекта сексуальности в общем опыте общения мужа и жены. То есть, это серьезная духовная проблема, которую нужно адресовать. Ну, конечно же, если женщина поднимает этот вопрос, то видно, что на ней лежит больше бремя, но ей нужно понимать, что это духовная проблема. Его мужа, ее мужа, ей нужно начать об этом молиться, нужно искать, возможно, какую-то помощь для того, чтобы помочь мужу иметь правильные отношения. Кроме того, я думаю, что женщина может кое-что сделать для того, чтобы их секс был интереснее. Она может пытаться строить более близкие отношения со своим мужем, сердечные отношения, и они будут давать окраску их сексуальной жизни, которая будет намного более интересной и более привлекательной и для ее мужа в том числе. Конечно, есть определенный смысл и в словах «нужно ли что-то делать с собой». Библия говорит о том, что отношение к женщине, к своей внешности должно включать в себя вот этот элемент, в котором сказано, и апостол Петр об этом говорит, и апостол Павел об этом говорит. Он говорит, хочу, чтобы женщины украшали себя. Вот это слово «украшали», оно происходит от слова «космео», которое однородное со словом «космос», и, кстати, со словом «косметика». Смысл этого слова в порядке, упорядоченности. То есть, женщине нужно заботиться о том, чтобы держать себя в порядке. Конечно, в разумных пределах, потому что, как я уже сказал, у многих просто устройство организма такое, что она в порядке держит себя, но все равно она не станет тем, кем она не является. Спасибо, Алексей Алексеевич. Замечательный ответ. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. На сегодня все. Храни вас Бог. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio.slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и Вконтакте. Субтитры создавал DimaTorzok